сегодня у нас 11 ноября 11 11 и смотрите время 6 вечера что это за кровавая луна вон там я аж испугалась мы с костей ложимся спать ну кости ложится спать потихоньку в кровать ложится еще немножко поваляется и к 7 спать и я когда зашла в спальню испугалась над домами такая круглая так низко огромная красная луна прям как в фильме ужасов какой-то от нее прям аж красные облака светятся капец аж страшно стало немножко не по себе а я еще приболела кости меня заразил в общем я надеялась что все обойдется но все-таки он меня заразил сам выздоровел ожил что такое с кости вышли немного прогуляться хорошая погода очень тепло солнышко прям вообще пригревает в общем константин уже полностью выздоровел хорошем настроении снова может нормально есть пить да нормально спит зато я со вчерашнего дня заболела тем же самым что было у кости вчера у меня была температура на работу пошла 8 утра и в 9 уже с нее вернулась в общем тихо тихо птичка птичка мы сейчас немного вышли подышать свежим воздухом прогуляться за одну чуть продукты купим птички кость на сегодня хотим сварить куриный супчик лапсу кость они не будут эти тик так птички сам ешь пойдем пока мы с тобой дойдем полдня пройдет ты нормально ешь их они закидывай вот пойдем и и и мы и и и и и для тебя есть один соль, плиз сейчас иду, размешаю и пегу густой получился суп, хотела жидкий сегодня вечером делать было нечего сегодня наконец-то у меня дошли руки перебрать костин комод и шкаф немного это еще не все, но уже большая часть процентов 70 его вещей я разобрала костя очень сильно подрос за это лето просто очень сильно и вот эта вот куча вещей, которые ему уже все вырос он из этих вещей, это все ему малое и много больше, чем у мамы вот, сегодня мы с ним ездили по магазинам купили ему зимнюю обувь и две пары ботиночек купили ему зимний комбинезон я его выписала, сегодня он пришел в комбинезон и купили ему зимние штаны на лямках и зимнюю куртку короче, одет Константин к зиме, готов всем доброе утро у нас сегодня среда, 16 ноября уже я вот только проснулась только позавтракала костя еще спит сейчас через 20 минут пойду его будить я еще такая опухшая сюда не пришедшая хотя вчера пошли с костей спать очень рано в 9 уже мы спали поэтому в 5.30 я уже выспалась и проснулась и все ровно, вот эта вот темнота на улице темнеет рано, светлеет поздно и вот это меня добивает каждый год это очень тяжелое время года для меня когда мало солнца, когда сырость пасмурно, серо на улице и я решила кое-что для себя сделать сейчас вам скоро покажу, что я себе вчера купила значит этот влог я начала снимать уже не помню когда уже не помню, что говорила, что не говорила помню, что последний влог у меня был здесь помню, здесь не помню помню, что последний влог у меня был о том, что костя заболел в общем, как оказалось, у кости был магендарм гриппы и примерно дня 3-4 у него это все длилось сейчас с костей все нормально потом он заразил меня спустя 3 дня такая же фигня первый раз в жизни у меня был магендарм то есть я раньше, когда ко мне на работу в аптеку люди приходили и говорили как это ужасно, какая это неприятная болезнь этот магендарм как все плохо я думала, господи, что надо есть или что надо делать, где надо бывать чтобы подцепить такую фигню магендарм гриппы и еще я, конечно же, слышала, что он очень сильно заразен и вот, в общем, но сама никогда им не болела и вот в 35 лет Константин решил маму просветить, чтобы я понимала, что это такое это действительно очень неприятная фигня такая слабость и, в общем, нарушается пищеварение с желудком вообще что-то не то было вот сегодня первый день, по-моему когда я позавтракала и у меня как-то желудок спокоен потому что до этого мое состояние было такое что я что-то ела даже какую-то мелочь и мне казалось, что я камней наелась ну и все симптомы, которые типичны для магендарма короче, присутствовали а показать я вам хотела что я для себя приобрела вот такие вот витаминки с которыми у меня уже имеется хороший опыт я пила, когда была беременна кости, витамины от вот этой вот фирмы Артамол у них есть они разные когда была беременна, я пила именно для Артамол Натал, по-моему, они называются если я не ошибаюсь сейчас именно для беременных и вот эти витаминки Артамол Витал Ф именно для женщин для них было вот этой вот постоянной усталости сонливости потому что я утром уже просыпаюсь и я уже устала то есть, хотя я сплю достаточно и я не скажу, что я тяжело физически работаю то есть, меня вот именно не хватает наверное, витаминов не хватает солнца и, как я уже сказала, эта темнота меня просто добивает капсула вот такая и ампулка на один день то есть, один раз в день принимаете капсулу один раз в день вот так вот это все выглядит капсула наверху лежит вот тут еще перечислено, что здесь внутри находится кому интересно, можете ставить на паузу, читать сейчас вот так вот ножом открою почему я взяла именно эти витамины? потому что у меня, как я уже сказала я знаю, что они мне помогут я их уже пробовала я не хочу на данный момент пробовать что-то другое не хочу, нет у меня желания на какие-то эксперименты вот я знаю, что это мне именно мне поможет поэтому вот они, эти ампулки и там вот такая вот густая жидкость принимать эту жидкость довольно-таки тяжело но сразу скажу, что такие же витамины есть в порошке то есть, вы можете разводить просто с водой и пить, тогда оно будет жиже но смотрите, как я это делаю я просто беру эту ампулку открываю ее сверху достаю таблеточку она мне скоро понадобится фолиевая кислота витамин В, как я понимаю и многое другое мультивитамин именно так он и пахнет витаминка из детства такая желтенькая, маленькая помните? на цвет ярко-оранжевая густая консистенция в общем ее вот так можно принимать тоже то есть, не разбавляя ничем но довольно-таки тяжело и я бы никогда не советовала это принимать на голодный желудок можно разбавить водичкой а можно есть у меня вот такой вот сок можно разбавить немножко сока что я сейчас сделаю и все вот это вот сейчас перемешаю так как я уже выпила кофе я не хочу много целый стакан чуткости в себя впихивать и все капсулу запиваю соком на вкус он как мультивитамин можно кстати еще немножко сока добавить потому что все равно еще немножко густовато тяжело пьется еще как-то в одном из видео когда я приехала из отпуска из Турции я говорила вам, что я поправилась и на весах я увидела рекордную цифру короче такую цифру, которую я еще не видела никогда 69 килограмм я вам обещала рассказать какая-то цифра когда я немножко похудею 69 килограмм это мой самый большой вес он был в сентябре в конце сентября 2022 года вот на данный момент я вешу сейчас вам поставлю короткий отрывок видео мой идеальный вес в котором я себя чувствую хорошо 62 килограмма к этому весу я стремлюсь вот спортом я не занимаюсь но это очень плохо надо бы как-то начать но как я уже сказала вот у меня просто нет сил кому интересно оставайтесь на канале через 30 дней когда эти бутылочки будут подходить к концу я вам расскажу стоит ли покупать эти витамины как они подействовали на меня подействовали ли вообще ну как я уже сказала когда я принимала эти витамины в беременность то работали они просто отлично что ты не спишь что ты по ночам пакетами шуршишь ходишь можно узнать сегодня пол утра в 5 утра началось шуршание кубик зачем ты это делаешь не стыдно зачем ты меня будешь сидит так ну у нас прогноз погоды на ближайшие 3 дня сегодня очень туманно хотя не видно на телефоне это но туман прямо густой очень густой завтра еще плюсовая температура но ночью дойдет до нуля в пятницу у нас ожидается снег, дождь и минус 3 градуса в субботу минус 6 градусов это будет капец такая теплая была у нас осень и так резко наступает похолодание но уже пора конец ноября Константин храпит лежит темнота такая ребенку вставать надо оторвись от телефона на чуть-чуть зачем что ты там делаешь ну что ты играешь в майнкрафт пойдем что за игра такая мама не понимает ничего кубики какие-то кости так интересно кирку устроит камни ломает суп не любишь почему суп с сосисочками сегодня а томатный суп то есть красный суп помнишь как тебе понравился с фрикадельками и с рисом ну ты с сосисочками попробуй может тоже понравится у нас сегодня уже четверг 17 ноября и продолжаем в общем наше видео я тут сижу и смотрю рекламу вечерочком и уже все к первому адвенту уже все на рождество продают и уже такое настроение становится немножко рождественское и сижу думаю что пора уже постепенно доставать нашу елку из подвала помните мы ее совсем недавно вместе с вами на видео убирали и казалось еще столько времени и вот уже это время пролетело в этом году я сама опять хочу делать купить свечки и у меня есть для вот этих вот четырех адвентов такой вот веночек не веночек деревянная подставка по-моему я ее в прошлом году показывала и в этом году хочу сама декорацию опять делать что-нибудь придумаю когда будет время схожу по магазинам наверное вот на следующей неделе в течение следующей недели я это сделаю и возьмываться обязательно с собой так я сижу здесь уже после душа как можно заметить моим волосам и вообще я хотела сказать вспомнилась у меня такой комментарий в прошлом году что я очень рано украшаю квартиру и очень рано ставлю елку и что если это делает рано то в общем приедается что ли это глазам декорации и елка и надоедает до нового года у меня лично это не так в последнюю неделю ноября обязательно если не к середине не в середине ноября потому что мне лично не приедается и не надоедает я люблю по вечерам выключать везде свет и включать гирлянды елку и тишине спокойствии там смотреть наслаждаться этим временем зимой а еще пользовалась вот пустую баночку вам покажу время поражает вот это вот люди которые вот это придумают вот такую вот закрывашку они сами пытаются открыть банку и сейчас у меня сухие руки и я не могу я сейчас попробую правой ни левой ни правой все время надо с большим большим трудом вот еле как сухой рукой я открыла эту баночку я не знаю о чем думают дизайнеры этой баночки и производители этой баночки этого душ геля если руки мокрые и ты моешься в ванной в душе как каким образом а для пожилых людей каким образом можно открыть эту банку это же ни у кого силы не хватит и вот я пока добивала эту банку постоянно меня это нервировало постоянно меня это раздражало потому что мне надо было банку мокрыми руками я ее открыть не могла мне надо было то есть на кран я упирала вот сюда крышечку и дергала и после этого только эта баночка открывалась из-за этого я больше полмолив покупать не буду пока они не сменят дизайн своей банки это ужасное что-то а еще я здесь сижу и смотрю журнал с детскими игрушками потому что сегодня когда я пришла в садик ко мне подбежала воспитательница Костина сначала она пробежала мимо потом быстро вернулась назад прибежала и подает мне 60 евро и говорит вот нате это вам я говорю за что это подарок и смеется я говорю ну хорошо тогда я пошла я поняла что что-то не то в чем-то подвох что за подарок от садика что за 60 евро в общем эти деньги выделил садик для группы Константина для каждой группы видимо на подарок к Рождеству и поэтому сейчас надо как-то с родителями я уже рассказывала что я в родительском комитете состою и вот как-то эти деньги надо сейчас что-то найти для группы может быть какую-то настольную игру в которую могут играть и мальчики и девочки и что-то купить вот так вот меня озадачила сегодня воспитательница я даже не знаю я даже не знаю что за настольные игры можно купить которые бы были интересны детям пишите ваши комментарии буду рада вашим идеям и предложениям я вот так вот подумала может быть какой-нибудь пазл 3D пазл вот что-то типа такого но это очень дорогой я так понимаю он очень большой может быть что-то типа я не знаю надо еще порыться в интернете будет мне задание на вечер порыться в интернете и конечно же я спрошу у родителей напишу в группу пишите ваши комментарии буду рада и все на этом все всем пока буду заканчивать чтобы видео не затягивать пока-пока-пока когда я была маленькой я мечтала о такой куколке с волосами ну ты же мальчик пока-пока пока-пока Продолжение следует...